Массовая авария в Армавире. Неожиданно снегопад сегодня стал причиной столкновения восьми автомобилей. А будет еще хлеще. На Кубани обещают сильное ухудшение погоды. Долго ли кубанцам путаться в пуховики? И не копейки больше. Вениамин Кондратьев сегодня обсудил вопрос о повышении тарифов ЖКХ. Страшно за своего ребенка, как ты всегда переживаешь. Страшно не только за детей. Взрослые боятся выходить на улицу. Что за желтая гора выросла в Новороссийске и почему она не дает покоя местным жителям? Постараемся все домашние дела переделать до того времени, как пойти, чтобы обязательно успеть. С ковриком под мышкой. Куда трижды в неделю убегают из дома женщины-хекоса. То есть она действительно настоящая. Пахнет хорошо. Каких еще секретов никогда не узнают зрители. В Краснодарской филармонии прошла премьера спектакля «Старый дом». Мы попали из-за кулисы. Добрый вечер. Это телеканал «Кубань-24». Программа «Факты». Прямо сейчас расскажем о наиболее важных и интересных событиях в регионе. И не только. Мы начинаем. Сегодняшний снегопад привел к массовой автомобильной аварии в Армавире. На скользкой трассе около города столкнулись сразу шесть автомобилей. Сначала друг в друга врезались три легковушки и грузовик. От удара они вылетели на обочину. Машины получили различные повреждения. Буквально в двухстах метрах от этого столкновения в то же время произошла еще одна авария. И снова на скользкой дороге не разъехались иномарка и фургон. К счастью, пострадавших в этих столкновениях нет. Ну а страна готова к зимним холодам. К такому выводу сегодня пришли участники селекторного совещания, которое провел Дмитрий Медведев. На видеосвязь с премьер-министром России вышли все главы регионов. В том числе и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Отопительный сезон начался уже по всей стране. Горячие батареи практически во всех жилых домах и соцобъектах. По словам Медведева, запасов угля и топлива на предстоящую зиму хватает даже с избытком. И никаких осложнений с теплоснабжением возникнуть не должно. Запасов топлива достаточно. По этому показателю мы идем даже с некоторым опережением плана. По состоянию на ноябрь общие запасы угля превышают установленные нормы на 85%. Мазута более чем на треть. Минэнерго эти вопросы в целом контролирует. Тепловые, водопроводные, электрические сети к отопительному сезону готовы. В течение года ветхие и аварийные сети ремонтировались, заменялись на новые. Причем по этим показателям планы во многих регионах даже перевыполнены. То есть готовность лучше, чем предполагали. После селекторного совещания с главой правительства Вениамин Кондратьев вместе с своим заместителем по линии ТЭК обсудил вопросы повышения тарифов ЖКХ, многие жители жалуются, что за коммунальные услуги стали платить больше. Андрей Алексеенко подтвердил, что со второго полугодия 2015-го на Кубани некоторые тарифы действительно выросли. Так, например, цена за холодную воду поднялась на 11%, за электричество на 9,5%, а за теплоснабжение примерно на 5,5%. При этом, как отметил вице-губернатор, случаев завышения тарифов в крае пока не зафиксировано. Однако нередко случается, что в квитанции неправильно начислены объемы потребления. Что заделать человеку, гражданину, просто нашему жителю, любому, если он считает, что завышенный тариф? Что ему делать в конкретной ситуации? Получил квитанцию, увидел, не согласился? Существует горячая линия, это по госжин инспекции. Это вот то, что касается конкретного платежа гражданина. То есть можно туда обратиться, направить копию квитанции, оставить свою заявку, свое обращение, и в результате госжин инспекция разберется и даст квалифицированный ответ гражданину. Нарушено, либо не нарушено его права, и действительно, промерно или неправильно начислен этот платеж. Здесь две составляющие. Во-первых, чтобы эта горячая линия работала, и не формально принимала, как я говорю, а по существу. И разбиралась в конкретной жалобе, в конкретном человеке. А второй момент, чтобы даже если отвечали, не отписку присылали, а люди понимали, что они отвечают. Под копилку всем ответы одинаковые пишут, и люди только когда смотрят, что ответы у всех одинаковые. Только фамилия, имя, отчество меняется. Люди должны были быть уверены в том, что они платят столько, сколько должны платить. И не копейки уж. Вот это задача сегодня, которая должна быть приоритетей. Надо разобраться, есть ли нарушения в начислении платежа. Можно и позвонив по телефону. На экране указан номер горячей линии региональной энергетической комиссии. На дорогах будьте, пожалуйста, осторожны, особенно в холода, если еще не успели сменить летнюю резину. Ну, кстати, уже пора задуматься не только о шинах, но и всех системах автомобиля, чтобы ненароком не застрять где-нибудь на трассе. Как подготовить к зиме своего железного коня, выяснила Татьяна Александрова. Уже декабрь на дворе, краснодарские водители до последнего тянут резину. Такова уж человеческая сущность. Пока, как говорится, гром не грянет. А если быть точнее, заморозки не ударят и не начнут по дорогам скользить первые неуправляемые ласточки. Экономить на собственной безопасности, конечно, не стоит. При выборе шин главное определиться, по какому покрытию и при каких условиях будет ездить автомобиль. Чаще всего водители приобретают шипованную резину. Она незаменима в гололед. Но при попадании в слякоть или снежную кашу не поможет. При такой погоде пригодится так называемая липучка. Учитывая наш климат, идеально иметь под рукой оба комплекта. Но решать вам. Идем, а точнее, едем дальше. Обработка автомобиля. Снег, лед, слякоть, грязь и перепады температур. Именно в зимний период на кузове чаще всего появляются микротрещины и ржавчина. Поэтому об антикоррозийной обработке следует подумать заранее. Покрыть кузов воском или мастикой. И лучшее время для проведения такой процедуры – начало или середина осени. Рекомендуется также уделить внимание стеклу, фарам и зеркалам. И не забудьте о качественной незамерзайке. Аккумулятор. Провести его диагностику. И если нужно зарядить, необходимо также заранее. Иначе рискуете остаться на своих двоих. Если летом вы совершенно спокойно заведете автомобиль с полуразряженным аккумулятором, то зимой сделать это не удастся. Если же работа аккумулятора не вызывает сомнений, а машина все-таки не заводится, значит следует подлить масло в двигатель. В мороз оно может загустеть, напоминают специалисты. Поэтому подготовку двигателя к зиме лучше всего начать как раз с замены маслом. В мороз хорошо использовать то, которое имеет низкую вязкость. И еще держать в тепле моторный отсек. Поможет автоодеяло. Вот так оно выглядит. Предназначено для обогрева двигателя. Оно, как правило, сделано из огнестойких материалов и отлично справляется со своей задачей. Стоимость такого автомобильного пледа в среднем около полутора тысяч рублей. Но окупится это полезное приобретение, скорее всего, уже в ближайшую зиму, которая обещает быть довольно холодной и снежной. Поэтому утеплиться придется всем. И людям, и машинам. Да, непогода в крае сегодня стала причиной сразу нескольких происшествий. В Сочи из-за разлива горной реки спасателям пришлось эвакуировать троих жителей поселка Кепша. А в высокогорьях курорты синоптики пугают сходом снежных лавин. Все подробности в материале Евгении Сокмаркиной. Зима пришла неожиданно. Снова. Хотя и точно по календарю. Снег сегодня выпал в нескольких районах края. Под белым покрывалом оказались Ромавир, Абширонск и Лобинск. А жители даже рады. Мне нравится снег. Если сейчас еще пойдет, то пойдем кататься. Очень радостное настроение. Зимнее такое. На Новый год бы такая погода. Зима наступила. Всем радостно, особенно детям маленьким. А водителям не очень. Зиму ждешь, ждешь. И вдруг она неожиданно приходит. А мы еще не готовы к этой зиме. Конечно, сразу заботы прибавляются. А вот в Ислабинске горячем ключе хлопья замерзшей воды. Сопровождались спецэффектами. Жители этих городов могли наблюдать редкое природное явление. Снежную грозу. Правда, на камеру его, видимо, запечатлеть никто не успел. В связи с ухудшением погоды по всему краю, МЧС дает экстренное предупреждение. Возможно, налипание мокрого снега на провода в юго-восточных предгорьях и горах. Но все же, по словам синоптиков, такая зима будет недолгой. У нас после прохождения циклона будет интенсивный заток холода на территорию края. В принципе, он уже начался. И ночь с третьей на четвертой, особенно ночь с четвертой на пятой, они будут холодными. Буквально уже 6-7 числа температуры опять пойдут на повышение. И дневные температуры будут 6-9 градусов тепла. Пострадали из-за сегодняшней непогоды прибрежные города. В порту Новороссийской за штормом с двухметровыми волнами приостановили погрузку нефти. Замерла и работа Керченской переправы. Все утро паромы стояли у причала. Переправа заработала только после полудня. А так выглядит теперь ландшафт в окрестностях Адербеевки под Геленджиком. То, что кажется обычной речкой, на самом деле дорога. Потоку воды просто некуда деваться. И он прокладывает новое русло прямо по проезжей части. Мы сами дачники уже неоднократно чистили эту дорогу за свои денежные средства. Но это оказывается очень накладным. А эти дороги реки уже в краевой столице. К тому, что пробираться здесь приходится вплавь, жители улицы Черкасска уже привыкли. Некоторые даже сменили привычный городской транспорт на лодки. Всегда затоплено, никогда не было, чтобы было с техниками. Живем три года. Каждый раз одно и то же. С детьми вообще ходить невозможно. Это что-то ужасное. Ни на машине не проехать, ни пешком пройти. Хоть лодку заказывать. Полноводнее этот поток стать не должен. Уже завтра, по словам метеорологов, осадки должны прекратиться. Евгения Сокмаркина, Андрей Секретарев, Владислав Захаров, Олег Перминов. Кубань-24. Обогрели и уберегли. Сотрудники МЧС спасли от холодной и голодной смерти зверей из уникального крымского сафари-парка Тайган. Из-за проблем с электричеством на полуострове большинство экзотических животных оказались буквально на грани выживания. Несколько дней назад единственный генератор зоопарка вышел из строя. Обезьян, маленьких львят и тигрят пришлось кутать в свитера и одеял. Но вот больших питомцев, крокодилов, жирафов, львов переодеть, конечно же, не получилось. Кроме того, критическая ситуация сложилась с подачей воды и холодильниками, в которых хранятся тонны мяса для хищников. Взамен сгоревшего электрооборудования сотрудники МЧС привезли и установили в сафари-парке дизельный генератор мощностью 100 киловатт. Теперь в вольерах светло и тепло. А спасатели узнали, как на языке зверей звучит слово «спасибо». Я очень благодарен за слаженные действия, за эту спецоперацию, которая сегодня настоящая была проведена сотрудниками МЧС. Я думаю, что и все животные благодарны, и вот они пытаются в камеру тоже это как-то высказать. Кроме того, спасатели помогли поменять воду в бассейне тюлени. Для этого пришлось пригнать пожарную машину. Теперь в сафари-парке ждут еще два генератора из Москвы и Самары, которые помогут полностью наладить жизнеобеспечение Тайганом. Поставки турецких продуктов, которые попали в санкционный список, начнут уничтожать с 1 января. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Импорт из Турецкой республики прибывает в основном морем. В российских портах грузы тщательно проверяют. Только за последнюю неделю в Новороссийском порту было задержано 17 партий турецких товаров. Они оказались зараженными средиземноморской плодовой мухой. В январе контроль за турецкими товарами будет усилен. Если специалисты обнаружат продукцию, которую привезли на территорию страны нелегально, контрабанду уничтожат. Под запрет попали цитрусовые фрукты и овощи, некоторые виды мяса, соль и гвоздика. Напомню, экономические санкции в отношении Турции начнут действовать с 1 января. Ну а сегодня стало известно, что с территории порта Новороссийск не выпускают около 200 грузовиков с турецкими продуктами. Большинство водителей фур находятся в вынужденном заточении уже больше 8 суток. Они стоят на накопительной площадке. Вынужденная задержка дальнобойщиков, мягко говоря, не радует. На нас все плюнули. Мы здесь живем без воды, без пищи. В такой непонятной ситуации находимся. До нас никому дела нету здесь. Мы хотим, чтобы нас даже выгрузили и просто отсюда уехать. Нам говорят, вы не имеете права, пока не приедет хозяева. Хозяевов у нас тоже как бы нет. Получается, пропали все хозяева. Дело в том, что с грузом водители не могут выехать без разрешения таможни. А чтобы оставить товар, необходимо разрешение заказчика. Многие из которых, услышав о проблемах с товаром, просто отключили телефоны. По словам водителей, один из таможенников все-таки объяснил причину задержки. Сейчас все товары из Турецкой Республики решено досматривать особо тщательно. То есть досмотреть получится, объясняют дальнобойщики, лишь несколько фур в день. Мы обратились за комментарием к новороссийским таможенникам. К нами были предприняты определенные меры. В частности, увеличена штатная численность, продлен рабочий день. Скоропортиющиеся продукты, а также автокомпоненты и комплектующие из Турции проходят таможенный контроль в обычном режиме, без задержек. За последние сутки нами было выпущено 419 контейнеров с товарами, плюс 2000 тонн политированного груза. А это еще порядка 100 грузовиков. В продолжение темы запретов. Введение новых санкций против России планирует Вашингтон. Подробности у моей коллеги Юлианы Шнайдер. Юлиана, здравствуй. Чем на этот раз недовольна Америка? Добрый вечер, Наташ. По их мнению, Москва нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Действительно, правительство США готово расширить список своих санкций. Но, как сообщила зам госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Рос Геттемюллер, решение пока не приняли. Москва, в свою очередь, заявляет, что договоренности исполняются и претензии Америки не более, чем домыслы. О других событиях в стране и мире я расскажу прямо сейчас. Турецкий поток может быть остановлен. Как сообщает Интерфакс, Россия сейчас не ведет переговор с Турцией по проектам строительства газопровода и атомной электростанции АКОЮ. Напомню, о создании совместного проекта России и Турции объявили год назад. Новый газопровод должен был пойти в обход Украины и заменить Южный поток. Но окончательных договоренностей достигнуть не удалось, а сейчас общение вовсе сводится к нулю. Хотя ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявлял, что заморозки крупных инвестпроектов в Турции не ожидается. Мир может подорожать. Речь идет о переходе на российскую платежную систему. Оказывается, это будет стоить несколько сотен миллионов долларов. Ради ее новой системы Мир придется переделывать банкоматы страны, устанавливать сертифицированный в ФСБ модуль. А их стоимость может достигать нескольких тысяч долларов. Почитав убытки, Центробанк предлагает растянуть переходный период на 5-7 лет. Кто виновен в смерти тихоокеанских моржей? На Чукотке по факту гибели 19 животных возбуждено уголовное дело. ЧП произошло в октябре этого года на территории Федерального национального парка Берингия. Прокуратура настояла на расследовании. Есть версия, что моржи убили браконьеры. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, оценивается в 400 тысяч рублей. И напоследок нижегородские полицейские поймали зомби. 25-летний местный житель с маскарадным макияжем, одетый в лохмотье, занимался тем, что разыгрывал горожан. Вот только последняя шутка оказалась неудачной. На автозаправке он приметил девушку, а как только она села в машину, начал пугать ее расшатого автомобиля. Девушка, видимо, совсем не развеселилась от такой шутки. Мало того, что после встречи с зомби она пошла в полицию, написала заявление. И теперь в отношении 25-летнего шутника завели административное дело. Наказали рублем. Псевдозомби теперь должен заплатить штраф за мелкое хулиганство в размере 500 рублей. Желтый квартал. Так называют жители Новороссийска. Район, который соседствует со складом комовой серы. При сильном ветре частицы горючего вещества разлетаются по округе. Окрашивают дороги в едкий желтый цвет, попадают в квартиры людей. В 2013-м наш канал уже рассказывал о тоннах серы на складе бывшего завода «Шиферник». Тогда власти города обещали разобраться, почему практически в центре города вырастают серные горы. Однако два года спустя горючий элемент хранят также. Подробности в материале Александра Тюкаева. О том, что недалеко от его дома хранят серу, Анатолий Песклюк узнал еще два года назад из репортажа о выпуске «Фактов». Говорит, тогда значение этому не придал. Однако этим летом, когда прямо перед окном выросла огромная желтая гора, пенсионер забил тревогу. Рез в глазах, и лодка как-то сушит, шиплет, до кашля доходит. Мы переживаем за своих внучат. Вот они же бегают, они же не так, как мы свободно ходим, и то оно же нам действует. Начиная с весны этого года, гора серы на территории бывшего завода «Шиферник». То пропадала, когда люди обращались в прокуратуру, то появлялась вновь. Но последний месяц она только растет с невероятной скоростью. Конечно, страшно. За своего ребенка ты всегда переживаешь. Знаю, что сера очень вредна для здоровья, для организма. Для взрослого это тем более, а для маленьких он воспринимает очень это серьезно, конечно. Согласно пункту 4.6 СанПИ на санитарных зонах и классификации предприятий, защитная зона для открытых складов и мест перегрузки серы должна составлять не менее 500 метров. Сейчас же, судя по спутниковым картам, расстояние от огромной желтой кучи до ближайших домов почти в два раза меньше. По словам специалистов, при соблюдении санитарно-защитной зоны вред даже от такой горы серы минимален. Мелкие частицы, поднявшись в воздух, почти не вступают в химические реакции и, по сути, ведут себя как обычная пыль. Намного опаснее продукты горения – сернистый ангидрид, который может превращаться в кислоту. Комовая сера склонна и к самовозгоранию, поэтому необходимо тщательно соблюдать все правила хранения. Постоянно, скажем так, воршить эти навалы, не допускать излишнего контакта с воздухом, например, накрывать брезентом, предположим, или располагать серы в каких-то укрытых помещениях. Местные жители написали уже не одну жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор. Люди уверены, правила хранения опасного вещества нарушаются. Иначе откуда взяться пожару на одном из складов? Был дым, я стала соседей спрашивать, что такое, никто не знает. Они говорят, на центральном районе загорелась сера. И там ее тушили-тушили долго и нудно. В ООО терминал Мега, на территории которого и выросла ненавистная местным «Желтая пирамида», от комментариев отказались. Однако в телефонном разговоре заверили, что к проверкам любых контролирующих органов в фирме готовы. Кстати, такие инспекции уже не раз проводила транспортная прокуратура. С начала года в отношении руководства терминала были возбуждены дела по шести статьям административного кодекса. И в каждом случае суд вставал на сторону надзорного ведомства. Александр Тюкаев, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск. Сегодня СМИ сообщили, что Крайинвестбанку посоветовали обратиться за помощью. В противном случае ему грозит банкротство. Рекомендацию озвучил Центробанк. На языке финансистов такой прием называют санация. Источники в банковской сфере также говорят, что сейчас в Крайинвестбанке проходит проверка ЦБ и агентство по страхованию вкладов. Отмечу, что Крайинвестбанк входит в тройку лидеров среди кредитных организаций Кубани. Он предоставляет все финансовые услуги бизнесу и населению. В частности, через него перечисляют зарплату многим госучреждениям. У Крайинвеста довольно широкая сеть банкоматов. В пресс-службе банка фактом рассказали, что финансовая организация работает в обычном режиме и исполняет все обязательства перед клиентами. Однако вероятность привлечения инвесторов в Крайинвестбанке все же не исключают. Мы будем следить за этой ситуацией и оперативно вас информировать. Банкротство за или против? Сегодня мои коллеги, ведущие программы «Через край» обсудят этот вопрос и многие другие. Тема программы – банкротство физических лиц. На Кубани уже появились первые обладатели нового статуса. Но что он дает? Спасение от кредиторов или клеймо на всю жизнь? Смотрите прямой эфир сразу после выпуска новостей. Зарплаты учителей и врачей, а также очереди в детские сады. Реализацию майских указов президента обсуждали сегодня на селекторном совещании в Краевой администрации. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. В зале министры профильных ведомств на связи все районы края. В числе главных вопросов – кадровая обеспеченность в медицине. Специалистов по-прежнему не хватает, отметили на селекторе, а те, кто работает по программе «Земский доктор», спустя пять лет уезжают обратно в город. Этот вопрос должен быть на особом контроле у каждого главного врача, отметила вице-губернатор. В этом году на эти цели из краевого бюджета, из федерального на условиях софинансирования, было выделено 600 миллионов рублей. На счастье районы, которые даже на 50% не выполнили свои же заявки. В числе основных вопросов – ликвидация очередей в детские сады. Напомню, по указу президента, до 1 января 2016 года в каждом субъекте страны очереди должны быть ликвидированы. На Кубани только за этот год было построено 25 дошкольных учреждений. Как отметила Анна Менькова, объекты, которые находятся на стадии завершения, должны быть сданы в эксплуатацию в конце декабря. Также на селекторном совещании обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и повышения зарплаты предработников в школах искусств. Кстати, новый корпус в детском саду открыли в станице Медведовской и Тимошевского района. Стание рассчитано на 70 мест. Заниматься там смогут 4 группы – 2 ясельные и 2 дошкольные. Хороший ремонт, очень много вложено сюда. Мне лично очень приятно, потому что я недавно дала своего второго ребенка в сад, и вот она у меня пошла в новый садик. Ей очень нравится, она ходит сюда с удовольствием. Я надеюсь, что все детки, которые придут сюда новые, будут ходить в сад также с удовольствием. Дополнительная пристройка соответствует всем требованиям и стандартам – просторные кабинеты, спальни и благоустроенная территория. Для малышей оборудованы спортивные и музыкальные залы. Новый корпус удалось построить благодаря краевой программе. На условиях софинансирования из региональной и местной казны в проект было вложено больше 31 миллиона рублей. Всего же за счет дополнительных корпусов и капитальных ремонтов за последние 4 года в Тимашевском районе введено 570 мест в детских садах. Нравится здесь? Да! Тепло? Да! А кормят вкусно? Да! Да! Мы выполнили поручение губернатора, указ президента, и на сегодняшний день в Тимашевском районе отсутствует актуальная очередь детей от 3 до 7 лет. Мы, самое главное для нас, то, что наши детки получают прекрасные условия. В следующем году власти района планируют сократить очередь в детсады для малышей от полутора до трех лет. Ну а в селе Тикос под Геленджиком открылась бесплатная секция по индийской физической практике. Записаться могут все желающие, вне зависимости от формы, возраста и пола. Как изменило это, казалось бы, безобидное событие жизни в маленьком поселке, выяснила моя коллега Кристина Соколова. Три дня в неделю Анна Ромодинова, как и многие женщины в Тикосе, теперь сама не своя. До восьми вечера нужно обязательно успеть и все домашние дела переделать, и ребенка к бабушке отвезти, и мужу ужин приготовить. А потом со спокойной душой собираться на любимую йогу. Мы целый день готовимся к этому, стараемся все домашние дела переделать до того времени, как пойти, чтобы обязательно успеть. Уроки кто-то с детьми делает, кто-то убирает быстро, готовит еду на завтра или кормит свою семью, потому что все девушки у нас замужние, у всех есть дети, мужья. Перемены в ежедневном графике у жительниц Тикоса начались три месяца назад, когда в селе открылся набор в группу йоги. Объявление произвело настоящий фурор, ведь заняться в селе из тысячи человек, кроме работы и домашних забот, практически нечем. Обучать тикосян, как правильно тянуться и дышать, взялась учительница рисования из Пшады. Я поняла, что мне не хватает нагрузок. А так как здесь фактически некуда и некому было обратиться, то есть была такая идея собрать народ, найти помещение и заниматься в свое удовольствие, радоваться своим успехам и успехам своих согруппников. Занимается группа прямо на сцене местного клуба. Пока места хватает, но вот новичкам вполне возможно придется заниматься в зале между стульями. Кстати, директор клуба «Затею с йогой» поддержала не только словом, но и делом. Давно уже, думаю, хоть бы кто-нибудь предложил, чтобы йогой заняться или аэробикой, или еще чем-то. Но я здесь не могла найти руководителя, который бы мог руководить. Мне тоже понравилось, и я решила. Занятия йогой, признаются селяне, это не только физические упражнения, но и прежде всего место встречи, где можно поделиться новостями, проблемами или обсудить представителей сильного пола. Они, оказывается, стесняются ходить на вечерней практике, но женская группа надеется, что однажды смельчаки все-таки найдутся. Кристина Соколова и Александр Тюкаев, Кубань-24, Геленджик. Сами придумали, сами режиссировали и исполнили главные роли. Студенты Кубанского госуниверситета подарили своему вузу праздничный концерт и назвали «КубГУ без пяти век». Мой вуз поистине считается самым лучшим для меня. Он помогает раскрывать мои творческие, интеллектуальные способности. Всегда я чувствую поддержку от моего университета в любых своих начинаниях. Студентам я хочу пожелать таких же замечательных педагогов, как у меня, потому что я их очень люблю. Самому университету процветать, быть таким же активным, таким же удивительным и разнообразным. Концерт посвятили 95-летию Кубанского государственного университета. Вуз один из старейших на Кубани. Начиналась история с трех факультетов. Сейчас здесь обучают по 57 специальностям. Вуз крайне популярен. Кстати, не только среди жителей Краснодарского края, но и других регионов Российской Федерации. Потому что у нас обучаются представители всех регионов Южного и Северокавказского федеральных округов и студенты из 57 стран мира. На сцене, кроме творческих номеров, провели торжественное награждение лучших студентов, волонтеров и спортсменов. Ну и далее. Актеры Краснодарского молодежного театра представили публике новую работу – спектакль «Старый дом». Однако играли артисты не на родной сцене, а в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Ко мне в студии уже присоединилась моя коллега Екатерина Славянская. Кать, привет. Скажи, почему труппа решила переехать внезапно? Здравствуй, Наташа. Скорее, не труппа. Отдельные актеры стали участниками эксперимента молодого театрального режиссера, выпускницы Краснодарского института культуры Амры Кабы-Катаевой. А в чем, собственно, эксперимент заключается? Эксперимент для режиссера – это ее первая серьезная работа. О том, что из этого вышло, предлагаю посмотреть в сюжете. Спектакль «Старый дом» основан на реальных событиях. Герой постановки рассказывает об истинных качествах человека. Поэтому на сцене ничего бутафорского. Даже эти тыквы – настоящие. Действие постановки разворачивается в середине 20 века в небольшой деревеньке под Воронежем, куда приезжает семья Гориных, чтобы спастись от гонений. Их вера стала причиной нападок со стороны большевиков. На селе городские жители учатся жить заново. Тут печь. Ну, конечно, для зрителей это недоступно взору, поэтому ее здесь нет. Но картошечка горячая есть. Она у нас в горшочке, как на Руси. То есть она действительно настоящая, пахнет хорошо. В постановке с символичным названием «Старый дом» играют актеры молодежного театра. Анастасии Радул досталась одна из главных ролей. Правда, появляется артистка только во втором действии. Однако именно ее героиня несет в себе надежду на то, что у героев все получится. В пьесе «Амры» каждый человек символизирует какое-то человеческое качество. Кто-то радость, кто-то вера, кто-то любовь. Возможно, есть и прощение. Режиссером-постановщиком спектакля выступила выпускница Краснодарского института культуры Амра Кабакатаева. Победительница фестиваля конкурса любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек-2013» сама написала пьесу. Прототипами героев стали реальные люди, ее знакомые. Для меня было очень важно не вдаваться в религию, понимаете? Мне хотелось искусство не смешивать с какими-то религиозными вещами, то есть сделать людей, их отношение к Богу, вот просто в такую свободу. То есть не разделить их на какие-то конфессии. Тихим светом далеким светится, небо звездами озаренное. И век по душе моей верится, в вечный рай, где живут спасенные. Екатерина Славянская, Геннадий Шапошников, Кубань-24, Краснодар. Ну что, интересно, Катя, тебе самой понравился спектакль? На самом деле, Наташа, когда я нахожусь на работе, не удается наслаждаться действием. Скорее следишь за тем, чтобы оператор снимал нужные фрагменты спектакля. Понимаю. И в следующую постановку, ну я надеюсь, все-таки я посмотрю, как обычный зритель. Это будет новогодняя сказка, действующие лица героя славянской мифологии. Дрема и летучая рыба, думаю, будет интересно. Предлагаю присоединиться. С удовольствием, Катя, я думаю, мой сын будет не против. Ну и напоследок, новый тренд в мире животных. Лучшими товарищами для самых разных видов зверей становятся козлы. По стопам амурского тигра, который вместо того, чтобы съесть рогатого, с ним подружился, пошла и самка страуса из Тюменского зоопарка. Она должна была стать второй женой местного Эмма. Но уже сложившийся союз оказался настолько крепким, что третий стал лишним. Первая супруга Эмму клевала и гоняла соперницу. В итоге та, не выдержав ревности, гордо ушла жить в соседний вольер к козлам. Ну, в частности, к Мефодию. Он новую соседку принял хорошо. Теперь она часть их коллектива. Все вместе они гуляют и даже едят из одной кормушки.